Десна ТВ 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 популярности. Ловля на донную удочку, или как ее еще называют фидер, это тихий, спокойный и где-то даже философский метод рыбалки. Он является одним из древнейших и эффективных способов ловли рыбы на значительном расстоянии от берега. В Десногорске ловля на фидер все больше набирает популярность, а местное водохранилище как нельзя лучше подходит для такого рода рыбалки. В соревнованиях были организованы при поддержке администрации города. Всего в них приняли участие 44 рыбака из Десногорска, Смоленска и Брянска. Для того, чтобы войти в состав участников, необходимо было заявиться команде из двух человек. Спортсменам-рыболовам были обозначены три зоны лова и на протяжении шести часов они демонстрировали свое мастерство. На соревнованиях присутствовали и зрители, которые с интересом наблюдали за увлекательным процессом. Все участники отметили хорошую организацию соревнований и выразили надежду, что такие мероприятия будут проводиться чаще. Рыбаков очень много, фидеры очень любят, но как-то все, скажем так, втихаря, потихонечку. Там ловят, ходят. А теперь надо развивать спорт, чтобы больше людей привлекать. Это интересно, новые знакомства, новые люди, новые города. Общий вес трофеев участников соревнований составил свыше 65 килограммов. На условном педестале почета компанию команде «Дунаев-Смоленск» составили рыбаки команды «Дунаев-Смоленск-1», занявшие второе место, и колываны, ставшие третьими. Победители и призеры получили медали, грамоты и призы. Виталий Волков, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна-ТВ. В начале прошлого года по России прокатилась волна отравлений. С больными животами были госпитализированы десятки школьников. Как в то время обстояли дела в Десногорске? Сюжет об этом вышел в феврале прошлого года. И это шестое место хит-парада «Двадцатка самых-самых новостей» на Десна-ТВ. С начала учебного года по всей стране прокатилась волна массовых отравлений в школьных столовых. Десятки пострадавших учеников, некоторые в тяжелом состоянии. Причина в халатном отношении взрослых к здоровью детей. Это и антисанитария на кухне, и банальная экономия на продуктах. Школа номер один Десногорска. Ученики начальных классов спешат в столовую. Гранит науки грызется легче на сытый желудок. Вилок и ложек хватило всем. Персонал приводит в порядок столы и помещения в ожидании следующей перемены и следующих классов. Идем за кулисы. Процесс приготовления начинают с мойки. В специальной ванне промывают мясо, рис, макароны. Все чисто и постоянно проходит обработку. Школы регулярно проверяют сотрудники санэпидемстанции. В холодильниках для продуктов тоже все в порядке. Никаких остатков или заготовок на черный день в школе нет и быть не должно. На кухне тем временем готовят завтрак для детей постарше. Еда соответствует тому, что заявлено в меню. После каждого приема пищи оставляют контрольную пробу блюда. Здесь у нас хранятся пробы. Их ставит наша медицинская медсестра. Вот здесь у нас написано понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Вот и складывают пробы и группу продленного дня и завтраки горячие. В случае инцидента эти пробы помогут разобраться в чем причина отравления. В другой школе Десногорска та же картина. Стандарты питания едины и соблюдаются всеми образовательными учреждениями. Сегодня на завтрак тушеный картофель, куриное мясо, хлеб и чай. Все свежее, а главное соответствует принятым нормам питания. А еще наверняка это очень вкусно. Будем пробовать. Проблем с продуктами у десногорских школ нет. Ингредиенты поставляются одними и теми же проверенными поставщиками многие годы. Каких-либо случаев отравления зафиксировано не было. Мне очень нравится быть в столовке, потому что там вкусно готовят. Я включу столовую, мне очень нравится, очень вкусно. Всем советую. Аппетиты настроения школьников – один из главных показателей качественного питания. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ. Двадцатка самых-самых. Хит-парад самых популярных сюжетов на Десна ТВ за прошлый год. Завтра мы продолжим выяснять, какие из них были вам наиболее интересны. Хорошего вам настроения. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова